А провести различия очень важно, потому что, когда мы сегодня говорим о философии, мы не имеем никакого предмета. Философия заканчивается там, и я бы дал такое ей определение, где начинается акт высказывания. Я имею в виду как исторический институт, оформляющий современную речь. И именно поэтому Каратане останавливается буквально на полдороги, приводя в качестве примера работы Параллакса трактаты Канда. Каратане обращает внимание на то, что, в общем-то, многим бросается в глаза, особенно это свежо бросается в глаза студентам, очень скоро их переучивают думать актимировано так, они усваивают в более академическую манеру. Но поначалу, когда мы Канда читаем, мы действительно удивляемся, каким образом ему удалось поставить вопрос так, как ставит его чуть ли не школьник. Я говорю об антиномиях Канда, о тех самых, где, скажем, заявляется с одной стороны конечность, между другой стороны его бесконечность. И обе альтернативы Канда читает вполне весомыми. Между ними, как вы знаете, невозможно сделать вывод на уровне чистого разума. Также Кант указывает на то, что есть антиномия между свободной волей и в то же время необходимостью, заданной существованием реабилитарного идеала. Есть антиномия, которая, с одной стороны, утверждает, что мир состоит из бесконечно простых частиц, а с другой стороны, мы знаем, что допустить ничего простого нельзя. И вот все эти антиномии, как показывает Каратани, заставляют философию Кантовской эпохи, да и эпохи более ранней, в принципе, можно найти то же самое где-нибудь на уровне Параменида, заставляют философию переводить глаза. То есть мы обречены в некоторой степени на то, что публицисты называют шизофренией. Хотя, как я показывал однажды в лекции, опираясь на сопоисточение с Лизлакана, состояние, при котором субъект вынужден выбирать между другими совместимыми инициативами, является нешизофреническим, а обсессивным. Оно характерно именно для невроза навязчивости. И вот таким вот образом философские субъекты, причем на невроз навязчивости совершенно особого метафизического типа, в котором он колеблется между двумя вот этими всякий раз вполне весомыми, всякий раз вполне доказуемыми, с помощью следствий философского мышления, альтернативами. Но это не тот параллакс, о котором мы собираемся сегодня говорить, именно ввиду того, что с тех пор эти альтернативы в своем безвыходном положении, характеризуем его так, довольно сильно поблегли. Не очень-то сегодня, если мы положим руку на сердце, волнует нас конечный мир или бесконечный, или состояние из бесконечно малых частиц, которые сами по себе просты и неразлагаемы, но еще более просты и малы, или же наоборот в мире нет ничего простого. То есть в некоторой степени эти проблемы нам и решены не потому, что мы наконец-таки приняли какое-то решение и склонились на какую-то определенную сторону, а ввиду того, что мы просто перестали делать выборы. Они нам сегодня неинтересны. Современный субъект, даже если он в семипядии волгу, я имею в виду в смысле философского образования, не будет эти проблемы решать всерьез. Они решены кантом именно в том смысле, что они им поставлены. Именно поэтому сегодня никому в голову не придет испытывать сильнейшее головокружение при мысли об этих вещах, ну разве что опять-таки студент первого курса, который впервые об этом задумался, очень скоро это проходит. И вот эта самая метафизическая интоксикация в принципе субъекты не посещают. Кстати, именно поэтому сегодня вопрос веры в Бога, скажем, вопрос, который всегда на секундочку был именно антологическим, но никогда не светским, не политическим, сегодня становится именно чем-то таким, что полностью удано на стерзание злобы дня, как раз-таки потому, что сегодня это никого особенно не интересует. И так-то важен антологический выбор между положением, в котором мир имеет начало, возникающее вместе с этим началом в момент креационистского творения, или же напротив мир бесконечен, или восходит к какому-то первому взрыву. В общем-то сегодня это интересует очень малый и ограниченный круг людей, а остальные в некоторой степени уже сделали выбор в пользу того, что данное положение обладает успокоительной безвыходностью. То есть заметьте, что сегодня тревога субъекта вместе с перемещением реального, а так Лакан это называет, переместилась тоже, нас сегодня не волнует конечный мир и бесконечен, зато бесконечно волнует каким образом так себя подать, чтобы, скажем, ни верующих не обидеть, ни посмешивающих атеистов не встать. Видно, что и Лакан это тоже волнует в довольно большой степени, как человека, полностью владеющего навыком публичного условного высказывания. Так вот, сегодня параллакс и новая неуверенность субъекта связаны с совершенно другой ситуацией. Это больше не колебания между антиномиями, а заметьте, пожалуйста, что антиномия это просто-напросто новое имя для того, что раньше представило в качестве мифологических оппозиций. Либо то, либо это, либо свет, либо тьма, либо мужской, либо женской, вы должны определиться. В общем, Кант был тем, кто эти оппозиции, представив, так сказать, на суд публике, определиться отказался. Тем самым, в общем-то, вопрос закрыт. Продолжение следует...